Всем привет! Это мое очередное видео на тему, что же нужно начинающему фом-флористу. В этом разделе я расскажу вам о том, как изготавливать стебельки и какие варианты тычинок возможные можно купить. Надеюсь, что мое видео всем понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем буду рада. Наслаждайтесь видео! Итак, следующий раздел это обмутка и проволока. Проволока бывает нескольких видов. Собственно, в обмотке. Это вот такие вот варианты. Это бумажная обмотка. Также она бывает без обмотки. Это вот такая проволока, но она с каким-то покрытием, ну просто покрашена. То есть, по факту внутри металл. Также она бывает разных диаметров. То есть, вот средняя, вот эта потолще и, соответственно, потоньше. Далее. Для обмотки наших работ нам обязательно нужна тейп-лента. Тейп-лента это специализированная бумажная лента с пропиткой из воска. То есть, она липнет. Мы видим, как она отлипает. Вот. Значит, тейп-ленту обязательно нужно покупать в закрытом виде. То есть, она должна быть хотя бы вот в такой вот бумажной вмотке. Но лучше, конечно, если она полностью закрыта, потому что, к сожалению, она имеет свойство высыхать. Вот как вот эта. Видите, она очень легко отлипает. Вот. Хранить ее надо в закрытом пакетике. Этой мудрости со мной поделилась моя подруга. В общем, делюсь ею с вами. Потому что иначе тейп-лента высыхает, и она уже не так хорошо наматывается. Она бывает также различных диаметров. Сейчас я знаю, что вышла такая ультра-тонкая. Вот эта вот средняя. Это более широкая. Это, кстати говоря, первая, которую я себе купила. Я не знала, какую лучше брать. Взяла вот, которая мне на глаза попалась. А по факту мне такой ширины тейп-лента не особо пригодилась. Ее приходится ножницами резать вдоль. То есть, по факту, мне нужно намного меньше, чем здесь есть. То есть, даже вот эту тейп-ленту я разрезаю вдоль на две части. Получается вот такой вот тоненький кусочек. С этим мы закончили. А, да. По поводу цветов. Цвета вы покупаете в соответствии с тем, какой цвет у вас будет ваша работа, ваш цветок, стебелек. В принципе, можно обойтись одним только зеленым цветом на первых порах. Потом я советовала бы вам купить еще, наверное, коричневый все-таки. Но это уже по вашему усмотрению. Розовую тейп-ленту я вообще не использовала. Как видите, коричневую, фиолетовую даже не открывала. А вот черная, кстати говоря, у меня пригодилась. Но ее, кстати говоря, было очень тяжело достать, потому что она мало где есть. Но на нее спроса, видимо, нету, поэтому ее особо и не продают. Расценки на тейп-ленту. Значит, такого плана лента была куплена мною порядка 40-60 рублей. Это на рынке. В магазинах же она, конечно, будет дороже. Вот такая может быть 100, 150 или 200. Но она вам не нужна. Берите вот такую. Потому что эту вы будете все равно истончать, и обрезать. По поводу проволоки. Проволока бывает различных цен. Вот такие мотки я покупала также на рынке за 50 рублей. И мне хватает с головой вот эту. Я уже беру такой моток, наверное, раз в треть. А вот такой моток второй. Вот эту проволоку я покупала также на рынке. Нам обошлось мне что-то рублей 70. Здесь, конечно, уже ее столько нет. Я использовала, сколько было в начале. Вот эту я покупала в Лионардо. Я не помню, сколько она стоила. Может быть, рублей 80, а может, 120. Не важно. Ну, в общем, из того, что я советую приобрести, обязательно, это проволоку. Обязательно. Среднего диаметра. Не толстую, не тонкую. Она очень нужна для изготовления стебельков, листиков. Листики на что-то надо сажать. Если проволока будет чересчур тонкая, он не будет держаться, он будет болтаться. А если будет толстая, он будет казаться деревянным и топорным. В общем, здесь мы и закончили. Следующий лот. Это тычинки. Такие тычинки бывают различного производства, происхождения. Сейчас я вам покажу виды, которые у нас существуют на рынке. Какие они бывают. Формы, расцветки. Ну, у меня, конечно, не все, которые существуют. Но, тем не менее, похвастаться смогу. Значит, начнем с самых, наверное, плохих. Это будет самое наглядное, что можно сделать. Значит, смотрите, тычинки. Они китайские. Они, как видите, довольно-таки крупные. Но если приглядеться, видно, что они дефективные. То есть, дефектные, точнее. А если приглядеться, видно, что вот у них облупилась краска. Вот она, белая тычинка. А с другой стороны, она вроде как и розовая, глянцевая. В общем, такую работу вы кому-нибудь продадите, а потом вам скажут очень большое спасибо, в кавычках. В общем, не берите такие тычинки, они паршивые. Таких у меня тут, видите, несколько цветов. Ну, их несложно спутать. Нитка пропитана специальным раствором, но я их ни разу не использовала и не советую. Мне они не нравятся. В общем, остерегайтесь подделок. Далее. Вот эти тычинки очень хорошие. Это тайские тычинки. Покупала я их с подругой в складчину. Покупали мы их на одном сайте. В общем, они точно так же... Тычинки эти бывают различных форм, цветов. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, допустим, вот эти очень мне понравились. Они универсальные. Ниточка у них светло-зелененькая, салатовая. А сама тычиночка белая. И их очень легко красить. И они нитки не теряют плотность свою. То есть покрасили, и все нормально. Они не перестают стоять, держать форму. Кому нужны хорошие тычинки, берите тайские. Они, в принципе, выходят дешевле, чем японские тычинки. Японские тоже у меня где-то были. Сейчас я их найду, покажу. Японские отличаются тем, что у них нитка вроде как даже чем-то пропитана лучше, чем у тайских. По поводу формы. Ну, сами видите, что они очень красивые. Но я считаю, что не хуже, чем тайские. Сейчас покажу. Где-то у меня была раскрытая пачка тайских. Вот. Мне нравятся эти и другие. Вот эти тычинки я сама не покупала. Мне их любезно продала одна мастерица по шелку. Хорошие тычинки, но я их использовала для изготовления шелковых цветов. То есть, для фермерана я их не использовала. Вот. Так же бывают еще вот такие тычиночки. Очень хорошо вот эти, мне кажется, подойдут для анимон, маков. Бывают еще окрашенные. Вот. По идее они такие же, как вот эти белые, но форма такая же, каплевидная, но они желтенькие. Еще существуют вот такие тычинки. Вот такие тычинки покупать, называется из раздела, которые покупать не стоит. Почему они стоят? Они выглядят неестественно, и это, я не знаю, что это за материал. На пластик очень похожий. Но, в общем, его никак не покрасишь, никакой текстуры не придашь. Стебелечек выглядит очень толстый. Я считаю, что если из него что-то делать, то надо стебелечек утолщать. Далее, вот эти вот господа вообще поотваливавшиеся приехали. Я их вклеивала обратно. Вот эти, кстати, тоже. Ну, в общем, даже сейчас видно, что он вертится, этот товарищ. Ну, со временем боюсь, что он отвалится. Поэтому я из них ничего не делаю. Они так у меня лежат. Лучше делать вот эти вот пестики-тычинки из глины, я считаю. Не так уж это и сложно. При желании можно. Еще из неудавшихся точинок, которые мне не понравились. Точнее, даже не точинки. Это серединки для ромашек. Ну, в общем, качество у них тоже так себе. Реалистичности в них, я считаю, никакой нет. Более того, они все с дефектами, если приглядеться вот здесь такой. Но это снизу. А есть такие, которые вот тут сверху. Как бы очень даже видно. В общем, не стоит брать. Толку в этом никакого. Смотрится, они неестественные. На видео, кстати говоря, выглядит намного лучше, чем на самом деле. Вот эти тычинки я, кстати говоря, покупала в Леонардо. Хорошие тычинки. Мне кажется, это тайские. Но дорого. Очень дорого выходит. С тычинками мы разобрались. Еще забыла показать вам. Нашла. Немножечко у меня есть японских тычинок. Вот здесь, если приглядеться, видно, что у них головки такие необычные, рифленые. В общем, очень текстурные, красивые тычинки. Но немножко дороговатые. В общем, если будете брать, хотите подешевле, начинайте с обычных тычинок тайских. Не берите Китай. Он того не стоит. И работая с ними, смотрится неестественно и дешево. Ну что, с темой вы ознакомились. Надеюсь, для вас эта информация оказалась полезной, интересной. Все так же жду ваших лайков, подписок, комментариев. Всем хорошего настроения. Пока!